Попробовала сегодня новый уход для волос. Помимо домашних нужно делать еще и салонное. И мне очень понравилось. Прям вообще офигенно. Как вам такой выбор парфюма в туалете, в салоне? Офигеть, да? Я обожаю, кстати, эти духи. Просто обожаю. У меня сегодня первое занятие по танцам. Я переодеваюсь в машине, потому что жестко опаздываю. И выбора нет, так сказать. И сдаемся. Погнали. Заходим и разрываем. Бум! Я вот так сделала. Давай со мной разок. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, сегодня я кайфанула с Ирой, забыла вам что-то проснимать, ну чуть-чуть сняла вроде бы, а то мы как увиделись, заболтались, потом начали сразу танцевать, и я уехала. Мы просто с ней как только познакомились, сразу же договорились, что нам нужно увидеться на танцах, и вот наконец-то я доехала до нее. Вот такие делишки, сейчас еду домой, у меня сессия с психологом ухода. Я просто супер в восторге от волос, очень нравится, несмотря на то, что я планировала сделать сегодня в Токио инкарами уход. Вот, хотя я когда, если честно, когда я его планировала делать, я такая подумала сразу о том, что, блин, не скажу, что я была в восторге от этого ухода. Может быть, он не совсем там для моих волос подходит или еще что-то, либо я не поняла чего-то. Ну, думаю, ну, блин, он же вроде как считается лучшим из лучших, но мне сегодня мастер сказал, что, типа, как бы, да, но для твоих волос, типа, лучше подойдет, например, уход от Кевин Мерфи. Я еще подумала, может, он какой-то продавец, ну, знаете, какие-то определенные хочет продать бренды, еще что-то, но он мне объяснил, что Токио довольно сильно утяжелит мне волос. Я говорю, так мне и нужно утяжелить, они же у меня, типа, такие суховатые после осветления. Он говорит, да, он утяжелит, но при этом подсушит. Вот, он говорит, а я хочу именно наполнить. Вот, но при этом мне очень нравится эффект от Токио, ой, не от Токио, от Кевина Мерфи. Он делает такой эффект, знаете, немножко детских волос. Сейчас, понятно, я уже позанималась на танцах, немножко вспотела, и оно из-за этого все волосы так улеглись. Но они такие, знаете, типа, с вот этими детскими волосами торчащими. Короче, вот такое очень приятное. Вот, поэтому советую. У меня закончилась сессия с психологом. Капец. Начинала, тут так светло было. А сейчас смотрю и, типа, прикиньте, не заметила, как закончилась сессия. И смотрю, вот тут просто темнота, и я пишу под свечу. Это, кстати, свечка, которую я увезла с собой из Стамбула, помните? Подарили свечку в отеле, там, типа, в хамам наборе. Стала такой, типа, на созвоны с психологом. Очень прикольно. И что хотела вам сказать. Смотрю я свою статистику на канале. Смотрите, я вам сейчас покажу. Только посмотрите, кто смотрит с подпиской. Те, кто сейчас подписаны, вас всего лишь 36%. И без подписки 63%. Это что такое? Ну, просто я в шоке. Реально. Я понимаю, что это не новая информация для многих, и для меня в том числе. Но я все равно думаю, мне кажется, у меня такие довольно, ну, типа, дейли-влоги. Ну, еженедельные влоги, где я постоянно показываю свою жизнь. И просто, ну, наверняка большинство людей, причем не показывает процент, что большинство людей смотрит постоянно. Ну, то есть, это не, типа, вы, там, первый раз зашли. Но те, кто смотрит не первый мой ролик, пожалуйста, проверьте подписку. И мне просто кажется, что у меня часто такое случается. Что я смотрю бесконечно каких-нибудь, там, не знаю, блогеров или YouTube-каналов и понимаю, что я не подписана, я просто не проверяла. Поэтому я вам буду очень благодарна, если вы сейчас проверите подписочку и подпишетесь. Вот, я ложусь спать, и завтра начинается неделя. У меня сегодня утренняя... Утренняя... Что утреннее? Ну, явно что-то утреннее, судя по тому, как я разговариваю. Ну, вот этот, знаете, что? Эм... Господи, мне прям смешно, я не помню. Утренний. Знаете, говорят, свой личный утренний... Все, ладно, пофига. Я сегодня иду гулять с утра за кофе и круассанами. И сейчас у меня будет зум-звонок с моими друзьяшками, с Димой, с Дашей. Собралась, и не могу понять, что по погоде. Достаточно ли тепло, или наоборот, я переборщила, мне будет очень жарко. Или мне будет так, как надо. Никто заранее мне не подскажет. Жилетка сюда не подходит. Я поняла, это только сейчас. Ага. Мы только зашли, и сразу в дом. У меня сегодня, посмотрите, какой Динамо-бургер. И просто охренительные роли из ананасов. Ура, до 5! Кто сегодня победил? Расскажи нам, где мы, что мы, как мы и вообще. Давай. Здравствуйте, Матч ТВ. Динамо-бургер. Выграя с кем? С Ахмад. Там вот так. Я просто обожаю после игры вот этот пустой, как это называется, арену. Пустую арену. Приятную погодку, потому что здесь все-таки закрыто все от ветра, соответственно, оно так приятно, уютно. И, короче, хочется прям вот каждый день тут бывать, не знаю. У меня сегодня вечерние кайфы. Взяла себе чайок. Чайки какие-то прикольные. Лежу после массажа. Я просто обожаю это место. То есть так круто. На сегодня просто пипец накайфовалась. Даже в задчик залетела. Недолго. Плавала в баске. Сходила в спа. Потом на массаж. И сейчас иду на диван, вставу, ехать домой. Еду домой. Ну все. Раз уж я начинаю заваривать чаи, значит наступила осень. Сегодня я сделала себе вот такой чай. Не из чаев, так скажем. Это мята. Сейчас добавлю малинку. Сюда еще выжила сок лимона. Вот. И еще немножечко залью это все медом. И получится такой чаек. Я сегодня планирую немного поработать. У меня оказывается три блокнота. И везде все размешано, перемешано в разных местах. Поэтому я хочу сейчас все это структурировать. Потому что реально запуталась в одном одна информация, в другом другая. И, короче, мне это все неудобно. Параллельно включу какой-нибудь сериалчик на фон. И буду пить чай. А еще я сегодня планирую поменять состав духов. Все летние духи назад отодвинуть. Достать все осенние. Достать свои самые популярные, которыми... На самом деле я уже тут потихоньку это сделала. Но все равно хочу это все структурировать. Потому что каждый раз перед выходом хочу по привычке взять условно какие-то летние духи. И такая, ой, уже хочется всего осеннего. Поэтому хами сегодня еще займусь. Выехала сегодня. Доброе утро. Проспала все на свете. Ну, точнее, я ничего не проспала. Я еду по делам, как и планировала. Но опаздываю очень сильно. И, короче, поспала. Ну, вообще, мне суть. Этот сериал, он просто забирает все. Все мои ночи. Днем я не могу смотреть его. Приходится ночью. И в итоге я сегодня смотрела. Там такие страсти происходили. Сезон досматривала этот дневников вампира. Прикиньте, выехала красотка. Я сегодня на Байзнессе. А, ничего не понятно так, но не суть. И у меня грязный пиджак. Я этого не заметила. Причем я не понимаю. Именно в двух сторонах вот здесь. Какие-то пятушки. Ну, что сказать. Ну, тогда я ничего не успела, как вы видите. Не накраситься, не подкрасться. Хотя я каждый день не крашусь так, что я могу не выдумывать. Когда прическа не очень сидела, я все это дело сверх воском замазываю. И зачесываю. А по длине вяжу косичечку. Привязываю косичку. И всегда это делаю. Причем в машине. Потому что главное базу сделать, так сказать. Остальное уже в машине это делаю. Так, а что, на письме похожи? Кстати, вот, обязательно такие вот запастись нужно всем. Это идеально для того, чтобы вот, типа, как раз делать подобные косички. Завязывать снизу. Я люблю очень маленький хвостик снизу. Ну, чтобы не торчала большая косичка. Я вчера слушала уже приближенную к финалу версию трека. И там кое-что вырисовывается. Ладно, те, кто со мной вместе слушали, там, из моей команды скажут, что я обалдела, так комментируют. Потому что там реально топ. Это просто кружка-ловушка. Доделываем обложку, фоточки, ну, всякие оформления и так далее. Я не знаю, зачем я так долго решила с вами разговаривать, когда я выгляжу чудесно. Ладно. Делали гигантскую, просто большую, крутую съемку. Круть ее в том, что одна из моих самых крупных работ, которых я делала, ну, с точки зрения и бюджетов, и с точки зрения масштабов, вот. У меня она, в принципе, над всем материалом, то есть, начиная от трека, заканчивая вот. Клип мы планируем, и обложки, промо, трек. Короче, все делали такие люди, которых я просто, не знаю, полгода собирала, можно сказать. Вот. Мне уже очень хочется, чтобы вы это все увидели и послушали. Такие дела. Вот что происходит с человеком, который целый день не ел. Сразу ем какую-то просто конскую дозу еды. Здесь у меня свиные ребрышки с ананасом, какие-то куриные палочки, жареная картошечка с лисичками, с луком и петрушкой. У меня просто супер странники. Сегодня день-два, и я пришла в спа. Короче, я, походу, в поиске какого-то баланса, потому что в прошлой неделе у меня была супер в работе. Очень много мероприятий, встреч и так далее. На этой неделе я подумала, ого, эти штуки горячие, они типа с подогревом. Вау, приятно. Столько времени сюда хожу, я даже не знала про такую штуку. Короче, нет баланса. В прошлой неделе вся жестко рабочая, я не продыхала, и на этой неделе я такая подумала, что все, я устала, и я хочу отдыхать. В эту неделю я сходила два раза в спа, делаю всякие уходы в процедуры. Ну, вообще, на самом деле, я не сплю, что это прям отдыхать, какие штуки необходимые мне. Просто нужно было после отпуска сделать, я еще не успела сходить на маникюр новый, но все равно какие-то просто вещи такие делала по уходу и красоте. И я решила, что на следующей неделе умеетчалось все это совместить, потому что я вижу, что у меня на следующей неделе уже начинают такие съемки, мероприятия. Но при этом я не хочу снова устать, поэтому я хочу найти что-то место. Есть вариант того, что когда будет выходить этот влог, у меня уже, уже выйдет сниппет к моему новому траку, не представляете? Как вам мой сегодняшний мейк? Не пойму. Вроде прикольно, а вроде не слишком ярко. В общем, у меня сегодня несколько съемок. Суббота, всем хай. Сегодня мы уже снимаем видео для моего трека даже. Вот, ну такие чисто, по приколу. Сейчас вот еще рекламку сниму. А тут же приблизить нельзя. И сегодня еще очень важный матч, потому что сегодня играет Динамо против Зенита. Очень интересно, как пройдет игра. И все вам покажу, конечно же. Да не, красиво. Красиво, конечно. Ничего не скажешь. Надо какую-нибудь фоточку сделать. Чтобы у меня было на это время. Сегодняшний лучок. Динамо против Зенита. Я не планировала я такого, конечно, со своей прической. Я не знаю, она очень красивая. Я тебе покажу. Интересно, и у нас только вид там будет. Просто сегодня мы повидали все виды погоды. Реально апокалипсис. Ну, мы закончили все офигенно, сняли. И обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на те соцсети, где вы сможете найти эти фотки. Еще будет офигенный ренчик на тиктоке. Посмотрите на эту красотинь. Я успела на самое начало. Привет. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы такие болельщики. Послушайте, это какой дух. Смотрите, там мой Норман. Привет. Да, я вижу. О, нормального, да, так запутался. А есть инфа, что это злой синтонат сейчас? Да, конечно. Сейчас 10-й тур идет. А Зенит, это самое важное. Премьер лига, российская лига. Да, российская, премьер лига, самая важная. А самая важная лига? Самая важная лига. Это она. То есть, да, вот мы были когда в апреле и в мае на финалах. И ты вот как раз таки весь год ходишь на футбол. И дальше самая классная команда, они приходят на финал. Это решающий матч с 50-й тур или нет? Нет, сейчас еще не решающий. Это решающий, потому что Зенит на первом месте. Все, да. Рейдинал надо выигрывать, чтобы подняться по турниру. Все, да. Стори! Нормально! Офигеть! Номер, номер, номер! Номер 2! Да, номер 2! Какой кул? 30-ая минута! 01! Смотрите, кто там последний был! Привет! Немножечко проигрываем! Но мой макияж пострадал от дождя! Давай! Люди, доброе всем! Доброе утро! Да, я проснулась в 14-15! Но суть не в этом! Суть вообще не в этом! У меня самый лучший в мире бойфренд! Знаете, что он мне подарил? Айфон! Айфон! Я даже не знаю, что сказать! Потому что я только проснулась и вообще не ожидала! Я умылась уже! Еще раз вам показываю! Посмотрите! Капец! Я вообще не ожидала! Реально! Просто! Ну что это за человек такой? Идеальный! Еду мне заказал сейчас! Распаковка! Эксклюзивчик! Хотя, наверное, уже все успеют поснимать, пока на следующей неделе вставлю, да? Ну да пофиг! Эксклюзив Metro. Эксклюзивчик! Эксклюзивчик! Офигеть, какой он красивый А я на видосах даже не видела Прикинь, я вообще его не видела Даже примерно, если честно, я была уверена, что он светлее в раз 100 И это был бы минус У меня первый раз цветной айфон То есть у меня до этого был Сначала был золотой Потом был бело-серебрый Ну, который белый Сегодня, ой, сегодня Этот у меня черный И в этот раз я вообще не знала, думала там Ну, я думала одну минуту, когда мы с тобой обсуждали Месяц назад, что я такая думала, может фиолетовый Влад говорит, конечно, фиолетовый самый лучший Но я подумала, ну, не знаю Ну, короче, Влад себе хотел фиолетовый Самое интересное, Влад себе не купил айфон Не купил, не купил Что это такое И, короче, у меня фиолетовый айфон Смотрим Самое интересное, что вместе с айфоном Разбила еще ноутбук Блин Короче, вам не видно вообще, да? Не видно? Тоже не видно Да, видно, прикольно Какой-то розовый Ну, посмотри, какой он в жизни офигенный В жизни раз в 100 красивей Он не какой-то типа женский Женский? Что-то такое прям розовый Ну, фиолетовый такой Короче, когда появляется новый айфон В старом начинают портиться камеры И начинают жестко глючить У меня вот, например, этот, который 13 Он вообще сейчас жестко глючит Просто Со временем записи видео просто может остановиться Надо перезапускать Да, мы с Владом, когда в отпуске были Снимали, ну, мне влог И постоянно нужно было перезапускать телефон Он все время глючил Ну, короче, бред Это как бы необходимость Ну и желание, конечно Не, ну, блин, вообще я вообще не ждал Офигеть, какой он красивый По-моему, было Тут еще края цветные У меня просто никогда не было цветного Поэтому я так удивляюсь Ну, тут у нас Такая штучка Такая штучка А ничего уже А наушники они не кладут? Или в каком веке? Ну, по-моему, вообще никогда Только проводные были Ну, проводные Так это было очень давно А, да? Капец, три часа уже как будто темно Угу, угу Русский Германия Ты мне из Германии его привез? Откуда он? Не знаю Реально не знаешь? А ты свой айфон там рядом поднеси И они должны как-то засинхронить Точно Все, ребят Включусь потом На обзор Снова Снова камера Зацените Я уже начала настраивать Всякие штуки Наверное, вот так хочу Нет Вот так Тут можно типа в цвет Можно темненький Я хочу, наверное, поставить Пока что с погодой Чтобы типа смотреть Какая погода Добавить Что тут сделать парой? Ну, давайте Типа что, у меня вот такая была А сейчас вот такая будет Ого Можно типа разные делать Я сегодня успела даже съездить к стоматологу У меня пока в телефоне все устанавливается Поэтому я пока на старом Не знаю, что у меня на голове Пожалуйста, не спрашивайте Почистила зубы В общем, я сейчас поеду на ужин Сижу, разбираюсь Айпхончиком Видели, он не тухнет Вообще Вот это он В потухшем состоянии Еще тестю камеру В этом месте В таком плохом свете Включаю Включаю Вот тут приближаю И тут приближаю То есть даже при таком плохом свете Меня прикалывает Насколько оно круто Сейчас Вот смотрите Офигеть Офигеть Вау Вау Вот это да Вот это технологии Ну что Тест Ой, задние камеры Посмотрите Ширик какой Это просто шок Какое качество Так я переключу Угу Смотрите Как оно Передлежает Плавненько Офигенно Я собралась на ужин Точнее я не собралась Иду такая Какая я и есть Сегодня Ой Йооо Калэ В общем я еду На ужин Сегодня встречаюсь С Катей Фигадзе Будем ужинать с ней В вкусном месте Было бы неплохо Если бы я еще нажала на кнопку Вообще Никогда не успела собраться Но я вам это уже сказала Ну Зато разбиралась с айфоном Но он меня прям поглотил А мы уже встретились с Катей Мы в таком классном месте Правда ничего не видно Но Да И подача очень классная У тебя У тебя просто Сала Хотела просто Не божи себе салат Некусить Что это Не, ну мне нравится Малоценное блюдо Зато Зато смотри какой краб Еще Агитация значит Да Да Я взяла с арбузом Мы кстати Меня Катя позвала Сори за свет Я сижу не певала Что за Что за вспышки Катя позвала Сейчас у нас будет Стрим Что будем делать Расскажи Мы будем рассказывать Страшные истории жизни Паранормальные И вызывать Пиколу даму Жесть А ты знаешь Что у меня кстати Есть очень стремная история Реально? Настоящая Прям серьезно? Очень страшно Только что выдумала? Нет То что бы я Я бы не хотела верить Но просто со мной Произошла очень стремная история Очень Блин Мне интересно послушать Слушай Ну у меня кстати Не так много историй Но в процессе разговора Я думаю Что я что-нибудь вспомню Ты заинтриговала Получилось Получилось нужно будет Ты тоже записывать Ну да Чтобы ты всех заинтриговала Нам теперь всем интересно А я вырежу Из твоего стрима просто Да Либо так Ну так И мы жили очень бедно У меня вообще практически Не было денег В этот период Я решил Поискать работу Я нашел на авито Вакансию В мебельном магазине Типа Все это на телефоне Что-то короче такое Я спала У бабушки Жили в многоквартирном доме И получается у меня дом И напротив такой же дом У бабушки Там жила моя тетя Бабушка и дедушка Иногда по приголу Оставалось у них ночевать Мне было лет 14 То есть ну типа Нормальный возраст Я не там Не маленькая Я это не вздумала Я легла спать Сложно Но я еще не уснула Вот сто процентов Вам отвечаю Я не спала Я просто такая легла Вот лежу 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 Такая Я думаю о чем-то Потом думаю Блин интересно Чего-то короче Начала думать И тут я начинаю слышать Кто-то вот знаете У меня голова вот тут Если вот так У меня над головой Просто кто-то дышит Там было как раз кресло Короче я слышу Как просто кто-то четко дышит И я такая думаю Да нет Будь такого не может Начинаю как бы пытаться Сделать ситуацию нормальной Но я прям слышу Как кто-то такой Ну так типа То есть я прям слышу человека Просто вижу И вот так думаю Типа тихо-тихо Поднимаю голову И я вижу просто бабушка Вот так сидит Не просто бабушка Я вообще не знаю Что за бабушка Клянусь На мурашки Сейчас будет еще страшнее После того как Я представляю закончить Она сидит вот так Я знаете что делаю Я вот так и вы Типа я не Ну я не начала А рада Я сделала мечты Я ничего не вижу Я лежу И она так дышит Я думаю что делать И я не могу пошевелиться Потому что мне очень страшно Страшно Проализовала конечно Я лежу И думаю ладно Пофиг Она же ничего не делает И такая типа Раз два три Взбегаю просто Открываю дверь Бегу к бабушке Легла спать И все В следующий день проснулась Пытается рассказать кому-то Эту историю Бабушка такая типа Ну там Я не помню Она что-то проигнорила Но потом проходит Лет восемь Я рассказываю эту историю Мы сидели с моей мамой И с моей тетей Которая как раз там жила Мы сидим Общаемся И у меня тетя говорит Такая вот У меня там была такая Одна история Я еще не успеваю Ничего рассказать Она говорит У меня короче была история Я ночевала как-то У бабушки в комнате Как раз в той, где я ночевала Она говорит Я лежу Только она лежала наоборот То есть у нее где у меня голова была У нее были ноги Она говорит Я лежу Просто смотрю Что у меня в ногах Там кресло И там сидит бабушка Мурашки Блин Я все Я плачу И я говорю А я ничего не рассказывала Я говорю Типа серьезно И моя мама говорит Ой, да тебе показалось Сто процентов И я такая Мам, мне не показалось И мы просто И я начинаю ей рассказывать историю И мы прям точь-в-точь Рассказываем Такую историю И типа Я говорю Такого быть не может Типа Мы сидим просто в шоке Знаете, что моя мама говорит Я вам типа верю Я вам расскажу Другую историю А бабушка Я уже дома Пришла домой Вот И Сейчас буду ложиться спать Че Кто смотрел стрим Напишите Короче Прикольно было Че сказать История у меня криповая Кто смотрел Кто слушал Вы скажите Было ли у вас Сегодня такое Вот Короче Пойду спать Завтра Начинается Новая неделя С вами я прощаюсь Всем Пока Доброй ночи Доброе утро Хорошего дня Хорошего вечера Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok